Покос травы в Заречном на время будет прекращен. Такое поручение дал мэр города Вячеслав Гладков во время утреннего велообъезда. Пока стоит сильная жара, сотрудники коммунальных служб косить газоны не будут. Будет сохнуть, трава сразу погибнет. Если ее скосить, то ее нужно 10 раз за день полить. У нас такой возможности нет, поэтому подождем до того, когда температура снизится. Из-за жаркой погоды люди тянутся к водоемам. После отдыха на Зареченских прудах остается много мусора. Особенно не повезло зоне отдыха лесная. По поручению Вячеслава Гладкова здесь проведут дополнительную уборку. Еще одно место сбора горожан – футбольное поле за школой номер 221. Сюда по вечерам приходит зареченская молодежь. Жители соседних домов жалуются на шум. Департамент образования, во главе соцполняющего обязанности Надежды Николая Осипова, там несколько раз уже входила, встречалась с молодежью. Мы просили отдела полиции уделить это внимание. Поэтому надеюсь, что нам все-таки удастся системно решить вот эту небольшую, но важную проблему тишины в ночное время. Во время объезда Вячеслав Гладков предложил принять меры, требующиеся в условиях установившейся аномальной жары. Он поручил обеспечить в зоне отдыха лесная продажу воды и прохладительных напитков. Соответствующие мероприятия будут осуществлены и в рамках организации открытого Кубка города Заречного по функциональному многоборью, который пройдет 13 августа на центральной площади города. Чтобы жителям было легче переносить жару, асфальт будут поливать водой. Это поможет прибить пыль. В том числе это позволит и сохранить асфальтовое покрытие, потому что тоже не для кого-нибудь секрет. Нагревается, потом на колесах разводится, появляется колейность. Это основные поручения, которые дал Вячеслав Гладков во время утреннего выездного совещания. Все они должны быть выполнены на текущей неделе. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».